острого дня господа нажиманы с вами снова алексей пономарев и в ножевая колонка видео на офис сегодня расскажу вам про спешил на ивс и конечно же о их свежих скелетниках мы спешил на ивс уже знаем по ножам bull которые были выпущены к предыдущему новому году а сейчас осенью вышло два супертехнологичных ножа конечно в первую очередь расскажу про свой рип это вот такой замечательный керамбит варн клифф который был выпущен но вместе с тем самым фастботом который я буду вам показывать дальше это понятное дело варн поэтому я с него тащусь ровная режущая кромка для меня всегда абсолютный момент для того чтобы восторгнуться этим самым ножом с этим чернышом я отходил наверное недели две и мне все абсолютно понравилось единственно что изначально он идет вот в таких кайдексовых ножнах и у него есть огромная кайдексовая петля вот эта деталь держит саму эту петлю из мягкой резины из такой стропы прорезиненной и ее можно открутить во первых можно открутить перекрутить для того чтобы левша правша за спину еще как то но мне показалось что это будет лишним и я свои ножны вот так вот раздел эту петлю убрал в сторону и таскаю просто вот так в кайдексе беру этот ножичек и таскаю его в джинсах просто в нагрудном кармане в обычном кармане боковом кофты и меня это устраивает абсолютно на все триста процентов я конечно бармалей со стажем но мне совершенно не обломно вытащить этот ножичек бросить кайдекс обратно в карман им поработать достать и убрать многие говорят что кайдекс тупит ножи пластик тупит ножи еще что-то хочу рассказать еще раз всем о том что правильно если вы любите свой нож то если вам кажется вдруг некоторым кажется что кайдекс или пластик тупит ваши ножи будьте немножко самураями когда вы вкладываете нож в ножны то делайте это как с катаной обухом вниз всю нагрузку на обух тогда не будете ничего нигде тупить но это мнение мое не обязательно правильно в чем супер технологичность этих самых изделий в том что здесь взят толстенный кусок металла сняты все фаски возможные сделаны вот эти насечки для хорошего плотного хвата и многоуровневая фрезеровка по металлу вы видите насколько технологично это все сделано это вам не обычный скелетник который просто вырезается неизвестно из какой пластины и все спуски дали скелетник готов нет здесь все очень серьезно очень увесисто и очень продумано кажется что это кольцо для того чтобы быть керамбитом да в угоду всем на волне успеха например того же самого торна это модная история можно взяться и быть вот этим вот самым ниндзи из рейда 2 3 кто там какой смотрел но это просто обычная рукоять с облегчением моей картине мира здесь берешься очень уверенно ничего нигде не наминает не мешает взялся крепко и отрезал все то что тебе нужно потому что это хороший крепкий мощный нож зачем нужно вот это среднее отверстие мне так никто и не рассказал я хожу стебусь над спешил найфом о том что из двух ножей можно сделать хорошие ножницы смотрите совместим вот так вот два отверстия и у нас получается классный парикмахерский инструмент меня за это не любят но сами тоже хихикают какой вам нравится больше напишите пожалуйста в комментариях потому что я так и не понял правильный мой выбор или нет я себе взял черный потому что их было сделано меньше думаю возьму-ка я дефицита потом оказалось что их будет нормальном количестве они уже во всех магазинах ножевых лежат и успешно вполне продаются но не знаю почему серый не взял вот это вот на черном хроме мне понравился x 105 100 люка аналог наши 95 х 18 и повторюсь очень крутая технологичная вот это вот обработка всего клина всего абсолютно ножа везде фасочки везде гравировочки везде вот эти перепады спуски от обуха ровно как я люблю мой сведенный толстенько это прям такой уверенный ломик что-то тактическое наверное все-таки в нем есть но я понятное дело пользую его по колбасе по коробкам по скотчу и так далее наверное именно поэтому взял черный потому что мне показалось что на белом всякие там тяжелые пятна будет выводить сложнее черный это черный хром это ну black wash понятное дело но после черного хрома то есть он совсем никак не должен ржаветь как и все ножи вот эти в черном цвете которые выпускаются в ижевске и мне ну заходят ножи которые сделаны в черном именно поэтому черный у меня и fastbot это не мой нож это просто взят на этот самый обзор в здесь тоже все очень про многоуровневую фрезеровку здесь квадратное отверстие для темляка что отдельно прикольно подчеркивает всю эту стремительность предмета действительно быстрая лодка ну катерный абсолютно нож он крупнее если в этом у нас 69 на клинок то здесь значительно больше я не знаю с чем сравнить наверное давайте я попробую вам показать на примере своего царапа вот есть царап вот у нас есть вот так вот совместим этот самый fastbot тфу fastbot rip это rip и рядом теперь ставим fastbot по длине и поувереннее и здесь уже выгнутая режущая кромка и поэтому его как-то уже очень полюбили домашние готовщики еды берут и нарезают и прямо вот по продуктам он живет веселее он сведен чуть тоньше чуть интеллигентнее здесь тоже очень уверенно и остре вот такой дурака устойчивый кончик у этого ножа и все эти выборки очень на месте когда берешься почему-то именно с этой стороны пальцами начинаешь чувствовать эту выемку и она помогает удерживать нож как-то совершенно отдельно от всех остальных упор в обух тоже очень мощный можно взяться хорошо построгать очень хорошо раскроить и с ним тоже все хорошо расскажу вам еще немножко момент про гарду и про использование короткого темляка мы привыкли к тому что темляк это высокохудожественная штуковина которая украшательство то есть это бусины ожерелья для наших ножей ничего подобного темляк это хорошая альтернатива гарде и иногда даже предпочтительнее чем сама гарда это мнение моё пожалуйста напишите в комментариях спорите вы с этим или нет но есть один нюанс когда у нас здесь есть развитые упоры мы берем нож и куда-то его всажим но вдруг у вас какая-то такая работа что вам нужно тыкать в доску я не знаю у меня все движение ножом идет вот так мне гарды вообще не нужны то есть я строгаю от себя я режу на себя не знаю гарда для меня давно атовизм но если вдруг такое случается то мне на помощь приходит наш замечательный паракордик смотрите как я использую паракорд в виде короткого темляка я беру паракорд и завязываю узел ровно на ширину своей ладони у меня маленькая ладошка я делаю так чтобы ладонь залезала очень очень плотно в эту самую петлю вот так вот я навязываю и очень в тугую у меня должна пролезть рука прям чтобы ай-яй-яй какой-то был вот таким вот образом закидываем и после этого берем нож вот таким вот образом то есть у меня рука ложится ровно в нож у меня есть вот такая петля которая жестко держит этот нож и в тот момент когда вот в этот момент мы бьем допустим в доску в тяжелую то при наличии гарды как бы мы не упирались как бы мы не обнимали клинок у нас на гарде идет усилие с середины ножа при наличии такой петли при вот этом вот столкновении деревяхи и острия у нас вектор идет аж вот отсюда то есть мы не отсюда получаем усиление для вот этого вектора а аж вот оттуда и мне кажется что вот вектор применения силы физика там все вот эти формулы кто-то сможет наверное это посчитать и сказать что да это действительно так это увереннее это удобнее и опять же короткий темляк это возможность освободить руку от ножа то есть вы отработали в сложных тяжелых условиях отпустили что-то поделали там схватили открутили поправили и обратно вернули нож себе в руку с гардой понятное дело так не прокатит фастботы оказались популярнее чем рипы рипы немножко про наверное чуть-чуть менее продавабельные чем фастботы наверное потому что все таки размер решает людям хочется большую режущую кромку при примерно сходных весах он немного проще по моему чуть даже дешевле сходите по ссылкам под этим видео посмотрите по ценам и для себя решите какой из них вам больше понравился от вас жду собственно ответов какой из двух ножей вам больше понравился рип вот такой с многоуровневой этой фрезеровкой или все таки фастбот со фрезеровкой попроще и с большим клинком но и конечно главное опростоволосился я или нет правильно ли я сделал что я взял черный или нужно было брать белый в принципе подскажите мне какой из них более успешный окажется по продажам а когда-нибудь мы этот ваш прогноз обязательно проверим подписывайтесь на канал у меня интересно и всякие новинки здесь появляются тоже